Добрый вечер! Такая у нас тема, но она немного шутливая, потому что она касается как бы двойного агента Бенкендорфа Закревской, но это даже не рассказ о женщине, и не рассказ о такой очень талантливой женщине, это скорее рассказ о том, как может создаваться миф. И создательница этого мифа, конечно, не сама Бенкендорф Закревская, а создательница этого мифа Нина Берберова, известная писательница Серебряного века, которая пишет вот эту потрясающую книгу «Железная женщина». И интересно просто понаблюдать за тем, как создается вот этот образ, создается железная женщина, которая притягательно, интересна определенными своими качествами. Но вопрос, насколько она притягательна, это как бы нам решать с вами по мере того, как я познакомлю вас с теми историями, которые Нина Берберова в своей книге «Железная женщина» излагает. Есть, конечно, исследования, посвященные «Железной женщине», научные, которых я меньше касаюсь, потому что здесь, наверное, было бы даже наивно исследовать, насколько это соответствует реальности. Потому что любая биография, вот как раз на эту тему очень много научной литературы, любая биография – это по большому счету вымысел. И даже если мы попросим друг друга написать нашу биографию, мы не напишем о себе только даты рождения и каких-то важных событий, мы напишем что-то еще. Если мы напишем только даты, то этого будет достаточно мало для того, чтобы передать наше внутреннее ощущение, кто же мы такие. Поэтому вот этот жанр биографии, очень многие занимались жанром биографии, автобиографии, очень многие писатели, исследователи о том, как создается вот этот миф. Но в данном случае Нина Берберова, помимо своих книг о Бородине, о Чайковском, она создает потрясающий портрет, потому что книга, конечно, читается просто как детектив. Настолько она создает вот этот конструкт человека, который создал о себе потрясающую мифологию. Ну вот есть несколько у меня таких цитат. Цитата Максима Горького, потому что Бенкендорф Закревская, вот эта двойная агент, потрясающая женщина, о которой пишет Нина Берберова книгу. Она подруга и секретарь Максима Горького, потом она подруга английского посла, который в 1918 году потом уезжает из Москвы. Но это английский посол, который находится в Москве. И потом она еще подруга Герберта Уэллса, известного английского писателя. Поэтому это вот такая, ну можно было бы говорить, потрясающая интриганка. Но Нина Берберова не говорит таким страшным образом. Она рассказывает о такой авантюристке и рассказывает постепенно о том, как много мифологии было создано Бенкендорф Закревской. О том, как она, допустим, является переводчиком. На самом деле она переводила очень мало, вот что она происходит от Петра Первого. Рода аристократического на самом деле она никакого отношения к Петру Первому не имела. Но вот она умело создавала вокруг себя такую интересную атмосферу. Но вот вторая у меня здесь цитата, мне очень она нравится. Это Нина Берберова пишет, которая вот так красиво облекает эту даму вот в такую форму. Она была и остается героиней поколения постгарба, конечно же, вовсе не железной женщиной, но той, которая никогда не была разрушена теми, кого любила. Но я думаю, любому вот такому идеальному женскому образу приятно услышать вот такие слова. Все перипетии жизни никоим образом эту героиню не коснулись. Но вы видите фотографии Бенкендор Закревской Бутберг с Максимом Горьковым. Вы видите ее фотографии уже в более зрелом возрасте. Известная актриса, советская народно-артистка России Татьяна Долрунина, она написала в какой-то момент воспоминания о своей жизни. И вот там есть как раз встреча с Бенкендор Закревской, как она приходила в театр Горьковский, в БДТ, сидела в ложе, у нее была большая сумка. Вот Татьяна Долрунина, очень образованный человек, вот она вспоминает встречу вот с такой как бы легендарной героиней. И мы видим портреты, которые сохранились. Мы видим портреты в юности, мы видим портреты несколько позже. Ну вот тоже как бы в основном текст. Нину Берберова очень много анализирует в связи с Набоковым, очень много исследований. Саму баронессу Бутберг, вот я работала в Эдинбурге в архивах и библиотеках, там есть информация о самой баронессе Бутберг, но она не столь интересная, как книга Берберовой. Поэтому здесь как бы я вам не рассказываю биографию, а я рассказываю о потрясающей книге, которую Нина Берберова написала. Вот она пишет о Муре, баронессе Марии Игнатьевне Закревской и Бенкендорн-Бутберг. Известная писательница, мемуарист и литературный критик Нина Берберова в книге «Железная женщина» писала так. Вот идет цитата из Нины Берберовой. Она прожила с Максимом Горьком 12 лет, но в советском литературоведении данных о ней нет. В трех или четырех случаях, когда ее имя попадается в тексте, подстрочное примечание поясняет, что Бутберг, титул баронессы, не упоминается. Урожденная Закревская, по первому мужу Бенкендор, была одно время секретаршей-переводчицей Горького, видимо, иностранка, которая всю жизнь жила и умерла в Лондоне. Горький посвятил ей свой четырехтомный, неоконченный последний роман «Жизнь Клима Сумгина», но и к этому посвящению никогда не дается подстрочного примечания. То есть, собственно, огромный роман, очень известный, такое сильнейшее произведение Горького, оно посвящено Муре. По словам Нины Берберовой, все были обмануты Муре, вот это Нина Берберова констатирует. Она не то, что обманывала, она придумывала. Конечно, не как обыкновенная мифоманка или полоумная дурочка, обдуманно, умно, в высшем свете Лондона ее считали умнейшей женщиной своего времени. Но когда я вот это читаю, у меня закрадывается некоторое вот такое совершенно ненаучное, конечно, желание сказать, что я именно такой помню русскую эмиграцию в Лондоне. Вот этот созданный мир, определенная такая вот театрализованность. Поэтому вообще Англия очень во многом это страна театризованных представлений. Вот я вчера читала лекцию длиннющую по поводу Англии, и там очень много ритуалов. Поэтому вот здесь такая русская, которая вписывается в английскую среду и представляет себя тем или иным образом, это как раз очень точно Ниной Берберовой отмечено. Ну вот далее. Но ничто не давалось ей в руки само, без усилия, благодаря слепой удаче. Чтобы выжить, ей надо было быть зоркой, ловкой, смелой и с самого начала окружить себя легендой. Она любила мужчин, не только своих трех любовников, но вообще мужчин, и не скрывала этого. Хотя и понимала, что это правда, как Роберты раздражают женщин и возбуждает и смущает мужчин. Но опять-таки героиня Серебряного века, если рассматривать 90-е годы или даже современность, вот эта любовь, она в таком воплощении, я думаю, она не производит впечатление. Она как бы в нее не очень верится, да, вот в такие пламенные чувства, либо в чувства, которые абсолютно лишают людей здравого смысла. Но для Серебряного века вот эта идея любви, она востребована, она как бы ожидается. Поэтому, создавая этот роман, Нина Берберова попадает не только в десятку, она попадает вот абсолютным точным попаданием дротика, попадает вот на вкус того, что ожидается. Да, вот о такой героине, о такой русской скале Тахари, которая обязательно как бы агент. Агент она потому, что на Западе приветствуется долгое время, и в Англии очень приветствуются любые разговоры вот об этих двойных взаимоотношениях между странами, особенно с Россией. То есть это такая тема, которая может быть продана и тема, которая может быть востребована. Поэтому здесь вот этот момент как бы фигурирует. Она искала новизны и знала, где найти ее. И мужчины это знали, чувствовали это в ней и пользовались этим. Влюблялись в нее страстно и преданно. Ее влечения не были изувечно ненравственными соображениями, непритворным целомудрием, небытовым табу. Когда Мура стала секретарем Горького, Мария Федоровна Андреева, которую вы видите, о которой Горький писал со второй женой, живу гражданским браком, принятым в России как обычай, хотя не утвержденный как закон. Это дочь главного режиссера Александрийского театра, отдаренная природой невероятным умом, талантом, красотой. Это актриса Мхата, первая исполнительница роли Ирины в «Чеховских трех сестрах». Вот она постепенно удаляется из семейной жизни, а Мура постепенно и очень тактично занимает ее место. И вот здесь Нина Берберова комментирует, что только у Горького могла быть такая ситуация, что когда пришла вторая жена, то первая жена удалилась. Настолько он был деликатен и умен в общении с женщинами. Вот она констатирует, комнаты их были рядом, Горького и Муры. По другую сторону от спальни Горького был его кабинет, небольшой, заваленный книгами и бумагами, выходивший в столовую. Мура уже через неделю после окончательного переезда оказалась в доме совершенно необходимой. Ну и, конечно, то, что вы понимаете по ходу дела, вы понимаете, что Нина Берберова сама очень хорошо знала Бенгендор-Закревскую, потому что она посещала Горького, посещала его место проживания в Соренто. То есть ее вот эти рассуждения, они основаны на реальных событиях. Но потом я вам буду говорить, что сама Бенгендор-Закревская, она была очень осторожна в отношении того, чтобы они писали воспоминания. Вот она Уэлсу, Герперду Уэлсу, просто она редактировала, он потом возмущался, редактировала то, что он хотел о ней сказать, потому что она хотела представать вот в самом таком благородном аристократическом свете. Она прочитывала утром получаемые, далее Нина Берберова рассказывает, она прочитывала утром получаемые Горьким письма, раскладывала по папкам его рукописи, нашла место для тех, которые ему присылались для чтения, готовила все для дневной работы, подбирала брошенные со вчерашнего дня страницы, печатала на машинке, переводила нужные ему иностранные газеты. Многие считали, что именно Мура была причиной все увеличивавшейся ненависти Горькому Григорию Зиновьеву. Писатель Владислав Ходосевич, муж Нины Берберовой, известный критик, о которой мы с вами говорили, замечает, незадолго до моего приезда Зиновьев устроил повальный обыск. В ту пору до Горького дошли сведения, что Зиновьев грозится арестовать людей, близких Горькому. Вероятно, и то, что замышлялся еще один удар, можно сказать, прямо в сердце Алексея Максимовича. То есть, вот видите, Нина Берберова здесь добавляет действующих лиц. Вот она говорит о известном политике. Григорий Зиновьев говорит о том, что он ревновал Муру. И комментарий Ходосевича намекает на Муру. Причина возможного ареста проста. Мура долгое время была любовницей английского дипломата Роберта Лакарта, который работал в английском консульстве в Москве и был известен в связи с загором 1918 года. То есть, вот здесь как бы ревность, но и беспокойство, что ее связь с представителями английской дипломатии может каким-то образом подорвать государственные дела. И вот у нас персонаж Лакарта, известнейший дипломат. И вот Лакарт был обвинен в какой-то момент, когда он был в посольстве в Москве. Это 1918 год. Его обвиняют во взрывах мостов и даже в намерении убить Ленина и в других преступлениях. Он даже находится в тюрьме, а потом его высылают из страны. И вот в связи с делом Лакарта Мура была тоже арестована по ЧК в 1918 году. Но вот она была сразу отпущена. То есть, вот такие... Нина Берберова описывает, как она, во-первых, прощалась с Лакартом, как она шла по перрону, и насколько она была опущена, и насколько она была расстроена, и как она все равно выдержала вот это расставание, потому что он был совершенно блестящим таким молодым человеком, он занимал высокое положение, он был достаточно высокопоставлен. Вы представляете себе посол британский в Москве, вот, аристократ. Но при всем при этом она говорила, что вот он недостаточно уверен, недостаточно откровенен, вот что-то ему все время недоставало, вот чего-то ему недоставало. И вот страшные эти события, когда его высылают, когда рушатся отношения с Британией в очередной раз, вот, и она попадает в тюрьму. И, собственно, это бывали очень печальные случаи, потому что за связь с иностранной разведкой, за связь с иностранным государством во время, как бы, разлада грозила, в то время, как бы, грозила смерть, грозила самое страшное наказание. Но она его с легкостью избегает. Вот это Нина Берберова, как бы, акцентирует. На какое-то время гроза миновала. Однако уже шли обсуждения о том, что в будущем, в 21-м году, Горький уедет за границу подлечить здоровье. Это решение одобрялось всем семейным консилиумом и обеими супругами Горького, и даже Владимиром Лениным. Мура с небольшими перерывами жила в доме Горького в Италии до 1933 года, до его окончательного возвращения в СССР. Уезжая в Эстонию или Лондон, она продолжала, однако, сообщать ему все литературные сплетни, веселить его, хотя бывало в Соренто, уже несколько, уже только как гости. То есть вот Мура живет с Горьким в Италии, там у него потрясающая вилла, куда очень многие приезжают. И потом она в какой-то момент, вот я буду рассказывать, она вывозит чемодан с его письмами и документами. Этот чемодан пропадает. И потом она все-таки ей дает доступ приезжать обратно в Италию. И вот она посещает его, вы видите, несколько раз, но уже после. После того, как с ним расстается. Просматривая воспоминания тех лет, в какой-то момент становится ясно, что все участники событий, все близкие Горького, постоянно взаимодействовали, помогали друг другу, не помня прошлых обид. Видимо, личность писателя была настолько велика, что в простых выяснениях отношений или эгоизме не могло идти речи. Нина Берберова пишет. Мура в ту первую итальянскую зиму казалась всегда озабоченной. И причин для этого было много. Сестра Алла в Париже, Бутберг, муж в Аргентине, дети в Таллине. Деньги только отчасти могли приглушить постоянную тревогу. И здоровье Горького он болел, когда ее не было. Он болел в январе, когда ее не было. То есть Мура поддерживает писателя очень сильно. Она не только секретарь, она его муза, она его подруга. Она такой человек, который держит его на плаву. Параллельно в 20-е годы Мура постоянно ездила в Лондон. Ее отношения с Гербертом Уэллсом вышли на новый круг. А к 27-му году началась нерегулярная переписка. Мура опять играла в жизни Уэллса большую роль. При этом его жена знала об этих отношениях. Ну вот появляется третий персонаж, знаменитый Герберт Уэллс, писатель-фантаст, писатель-аристократ, который очень гордо держится, который женат. И который сообщает потом своей жене в такой как бы фривольной манере. Он сообщает о том, что появляется Мура. И вот даже как бы она плачет. Ребекка, несмотря на то, что она передовая женщина, она долго плачет. Вот Нина Берберова пишет, да, то есть она это упоминает. Уэллс не любил изысканных выражений и вызывал излишнюю деликатность, лицемерие. Ребекка, хотя и считала себя передовой женщиной, долго плакала. Уэллс в какой-то момент действительно осознал, что жизнь Муры и Горького подходила к концу. Особенно, когда в 1928 году стало ясно, что Горький решил снова поехать в Россию. Ну вот немножечко, когда я вам это читаю, у меня такое складывается впечатление, что немножко это такая интеллектуальная, но все-таки желтая пресса. То есть вот на поверхность выходят личные подробности. И немножко даже становится неловко в них погружаться. Но Нина Берберова здесь абсолютно вот так эту историю рассматривает стопроцентно, как она была или как она ее излагает. Вот она совершенно не стесняется, вот она ее просто препарирует. Обстоятельства смерти Горького и его сына многими считаются подозрительными. Ходили слухи об отравлении. В числе прочих обвинений и годы на третьем московском процессе 1938 года было обвинение в отравлении сына Горького. Известно, что сына Максима отравляют. И более того, считается, что по приказу Троцкого, но считается это не Ниной Берберовой, это считается одна из версий, что по приказу Троцкого был убит и сам Максим Горький. Но вот Нина Берберова об этом пишет очень явственно. Это не 100% известные факты. Горький с сыном Максимом, но вот она их так излагает. Там очень красивая есть фраза для характеристики Максима. Горький пишет, что ты уехал, а цветы, посаженные тобой, остались. Горький очень писатель, конечно, такой лиричный и фундаментальный. Вообще это основа русской литературы. Поэтому, привлекая вот эту историю о его личной жизни, конечно, Нина Берберова с собой олицетворяет очень серебряный век. Мы говорили с вами о том, что там личная жизнь и анализ художественных произведений занимает адекватную важную роль. То есть эти вещи, жизнь и художественные произведения, они переплетаются. Берберова отмечает, что если в вопросе о смерти Горького могут быть сомнения, был ли он вообще отравленный кем? В вопросе о смерти Максима не может быть сомнений, что это насильственная смерть. Но вот так же, как в связи с Сергеем Есениным, есть очень сильная версия о том, что он был убит, и что это не было самоубийство в гостинице «Англитерр». Так же и здесь, в связи с Горьким и в связи с его сыном Максимом, как бы Нина Бербера настаивает на этом страшной расплате за причастие по многим причинам. Но, конечно, роль шпионажа здесь одна из основополагающих. Поэтому вот Нина Берберова об этом пишет. И мы с вами только можем гадать, до какой степени она здесь права в том, что она эту тему так продвигает. Но я вам скажу честно, что вот когда я училась в Англии, я понимала, что вот «Желтая пресса» интересуется этим вопросом. Я помню, я сама писала какие-то статьи, какой-то был Лялин. Много было вот таких персонажей, они абсолютно сказочные. Для России это менее интересная тема. Просто так вот исторически сложилось. Поэтому здесь Нина Берберова скорее в этой книге обращается все-таки к западной аудитории. Пребывание Горького в России было тщательно спланировано Сталином, она пишет, который замыслил завладеть тремя нужными архивами. Керенского, Троцкого и Горького. И вот здесь будет важная роль, потому что архив Горького в чемодане вывозит Мура. Какова бы ни была правда, наверное, самое главное о Горьком было подытожено Владиславом Ходосевичем. Опять Нина Берберова обращается к своему супругу, обращается к его авторитету и цитирует его. И говорит, Ходосевич нарисовал образ писателя, представив его как мощную глыбу, самородка, при этом очень чувствительного и скромного человека. Но вот здесь для нашего читателя, конечно, современного забавно. Для нас понятно, что Горький – это глыба русской литературы. А для Нины Берберовой на тот момент очень важно показать, что Горький – это очень сильный писатель. Вот она цитирует Ходосевича. Видите, вот это очень такой тонкий момент, потому что для российского читателя, вот такого среднестатистического, все знают Горького, но не все знают Ходосевича. А Нина Берберова в своем вот этом интеллектуализме ей важно от лица Ходосевича сказать, что Горький – известный писатель. Иначе это как бы не совсем понятно. Но вот, собственно, воспоминания Ходосевича от нижегородского цехового Алексея Пешкова, учившегося на медные деньги, до Максима Горького, писателя с мировой известностью, огромное расстояние, которое говорит само за себя. Как бы не расценивать талант Горького. Казалось бы, сознание достигнуто, да еще и в соединении с постоянной памятью о биографии, должны были дурно повлиять на него. Этого не случилось. В отличие от очень многих, он не гонялся за славой, не томился заботой о ее поддержании. Он не пугался критики, так же, как не испытывал радости от похвалы любого глупца или невежды. Он не искал поводов устовериться своей известности. Может быть, потому, что она была настоящая и не дутая. Он не страдал чванством и не разыгрывал, как многие знаменитости, избалованного ребенка. Вот такая глыба с точки зрения Ахадасевича. Я не видал человека, который носил бы свою славу с большим умением и благородством, чем Горький. Он был исключительно скромен даже в тех случаях, когда был доволен самим собой. Эта скромность была неподдельная. Происходила она главным образом от благоговейного преклонения перед литературой, а кроме того, от неуверенности в себе. Действительно, невероятно положительный отзыв. Вот такая глыба каменная, которую пишет Буревестник, о такой оплот революции, который принимает революцию, который, вы помните о Горьком всегда истории, как он изучал грамоту, как он читал, учился читать, лежа в детстве под одеялом с фонарем. Вот этот Горький настолько скромен и настолько безумно талантлив. И вот настолько удивителен в обращении женщины. Вот Ходосевич так его рисует. Нина Берберова подробно описывает момент, когда в Италии перед самым отъездом Горького в Россию он решает, куда должен отправиться его архив. И вот он читает, что письма и рукописи нужно передать в загородный дом в Горках. Но в Соренто остается вот этот ящик, где хранятся бумаги, где хранятся документы. Вот здесь даже Нина Берберова она перечисляет четыре рода бумаг. Во-первых, письма эмигрантов. Письма Ходосевича, Слонима, Вячеслава Иванова, Мирского. Во-вторых, письма приезжих из СССР, писателей, ученых, актеров, художников. Письма Бабеля, Ольги Форш, Станиславского, Немировича, Амир, Хольда и Райх. Затем письма людей с политическим прошлым, продолжавшихся, несмотря на поворот Горького к России и его триумфальным поездкам туда, отстаивать свои собственные взгляды. В-четвертых, письма Рыкова, Красина, Пятакова, тем, кому удалось вырваться из круга консолидации. Ящик этот был передан Муре, а содержимое положено в чемодан, который у Муры был позднее изъят при неизвестных обстоятельствах. Вот все эти документы пропадают. Но вот насчет этих всех писем и документов тоже есть мифология, есть не мифология. Но вот мой опыт, я вам рассказывала, я работала в архиве в Лидзе, там архив огромный у Ричарда Дэвиса, известные фигуры, архив Леонида Андреева, архив Ивана Бунина, и там очень многие копии передавались за тем родственникам, передавались как бы вот Гиппиус, например, все письма были переданы родственникам. Но, например, дневник Буниных, Ивана Буниной, Веры Буниной, он был издан, там, по-моему, два или три тома, небольшие книжечки. Вот мало их кто читал. Я помню, в Шеффельской библиотеке я их брала как бы читать. Но когда я их сравнивала с архивными материалами, то огромное количество этих писем и дневников не опубликовано. И потом я, когда работала в Эдинбурге, вот я звонила специалисту по Серебряному веку, очень крупному, Андрею Юрьевичу Арьеву, это редактор журнала «Звезда», и он так достаточно насмешливо мне говорил о том, что огромное количество вот этих документов русских, из русских архивов за границей не опубликовано. И как бы вот поскольку касса «Руссо», мы имеем, я так представляю себе, как бы вот такое взаимодействие с русскими в Испании, я не знаю как бы русских в Испании, но я знаю, что круг русских по Европе, он очень ограничен. Я знаю, что когда вот я в Англии работала, там было 100 или 200 тысяч русских. Я работала в русскоязычной газете, и там были русские совершенно разных социальных принадлежностей, но они друг друга более-менее все знали. То есть это с одной стороны. А с другой стороны, русские всегда, вот исправьте меня, если я не права, они пытались слиться с местным населением, и друг друга не всегда, в отличие, например, от китайцев, хотели знать. То есть они знали, что они русские, но с другой стороны, они с большей радостью общались с англичанами. Поэтому здесь вот эти все документы, это как бы и личная переписка, и это объект шпионажа, это постоянные вот такие сложности, какую идентичность за границей принимать. Поэтому Нина Бербера вот это все так описывает, это все вместе. Эта книга популярна, потому что она для русского человека за границей очень интересна. И, конечно, каждый читатель себя в той или иной степени ассоциирует с Мурой на тот момент. Но вот Нина Берберова далее пишет, что Мура ехала с этим вот чемоданом Горького, с таким богатым чемоданом, со всеми этими документами. Был фильм о Марине Цветаевой. Очень интересно показано, как она все стихи хранила в этом чемодане и хотела с ним расставаться. Поэтому чемодан, он как бы на вес золота. Вот. И она едет в Соренто, вот, потом в Лондон. Вот у нас Лондон слева того времени, а потом в Стамбул. И потом у нее отнимают этот архив. И, собственно, непонятно, куда она отправляется. И теперь далее вот здесь как бы эпизоды дореволюционной. Английский посол в Москве Роберт Лоокарт, красивый сын крупного землевладельца шотландского происхождения, абсолютный аристократ. Вот. Он приезжает в Россию в 12-м году. Но вот это год ближе к Титанику, да. И год еще до революции. То есть вот это блок, Серебряный век. Это еще такое преддверие только революции. И Лоокарт абсолютно влюбляется в эту Россию, как влюблялись очень многие иностранцы. Вот оказавшись на территории России, он совершенно влюблен в эту страну. Что он знает о России? Ну, как каждый образованный англичанин, он слушает романсы Чайковского. Известна книга «Война и мир» Льва Толстого. Борис Годунов Шаляпина. Вот. Шаляпин был очень популярен. Очень интересно рассказывает всегда. Вот в книге Вертинский у нас знаменитый такой шансонье, который пел во Франции. Он рассказывает, как Шаляпин в Париже, как он кидал бокалы с шампанским от пола. И к нему подходил метродотель. А Шаляпин – это известный оперный певец. И метродотель ему говорил, простите, но это бокалы Людовика. Когда он уже второй бокал разбивает, к нему метродотель подходит и говорит, простите, но это бокалы времен Людовика XIII. Не бейте, пожалуйста. Поэтому вот эти русские заграницы, они имели вот такой флёр, я бы сказала, как бы шикарной жизни. Я думаю, как бы сложные разные времена по-разному, но вот приезжает этот посол с желанием увидеть вот эту странную, многострадальную, такую привлекательную Россию. Вот Нина Берберова пишет, что его главная черта – это жизнелюбие, беззаботность и веселость. То есть он сам весёлый, приезжает в эту весёлую Россию, обзаводится друзьями, ужинает с Алексеем Толстым. Алексей Толстой совершенно такой он привлекательный, талантливый и абсолютно, я бы сказала, один из немногих писателей про советский. И вот они ужинают в Праге, известный ресторан и гостиница, и ходят в гости в литературно-художественные кружки. Его обучают русскому языку. Дом у него был всегда порядок, который поддерживала жена, хорошо выполнявшая свои обязанности, жены дипломата. И вот он появляется в России и очаровывается. Вот у меня здесь пример. Джером Кей Джером – это известный английский писатель, который публикует свои воспоминания. Когда-то я их хотела цитировать у нас на телевидении, но почему-то испугались. На самом деле они прелестные, потому что здесь нет никакой насмешки, это абсолютное обожание. Вот он приезжает и говорит, что в России все русские как дети, потому что они непосредственные. И он рассказывает эпизод о том, как русский не видел другого русского в ресторане и бросается к нему. Он пишет о том, что в Англии, если бы даже после войны вы возвратились, то обязательно сначала бы докончили ужин, а потом бы стали обниматься и целоваться. То есть вот он подмечает искренность русского человека, он подмечает вот такую раскрепощенность и силу русского духа. Поэтому, конечно, вот часто этот вопрос возникает, но очень многие приехавшие сюда иностранцы, они, конечно, были в полном восторге. Так же, как я вам рассказывала, Асидора Дункан, она американка, известная балерина, но когда она приезжает в Россию, она обожает все. Она влюбляется в Есенина, она тратит все свои деньги, она любит вот абсолютно все в России, она ее даже идеализирует до какого-то невероятного предела. С одной стороны, англичан во все времена удивляла и даже доводила до внутреннего негодования подобная невоспитанность и избыточность чувств. Россия вызывала восторг наперекор к здравому смыслу, покоряла и привлекала. И вот Локар, подобно многим своим современникам и предшественникам, испытывает вот такую близость и такое понимание России, как ему кажется. Но вот здесь такая моя мысль, она такая немножечко, с одной стороны, надуманная, просто она спорная, она ненадуманная. Но вот я всегда говорю, не всегда вот в контексте таком, о трубадурах. Трубадуры – это Германия и Англия, это как бы рыцарство, это воспевание женщины с 12-13 века. Поэтому вот эта как бы история рыцарства, она позволяет как бы исторически, не могу сказать всем англичанам, но англичанам аристократического класса, например, ухаживает за женщиной конкретным вот таким рыцарским образом. Поэтому, конечно, вот это рыцарство и определенная идеализация, она присутствует в Локарте, она присутствует в его отношении. Конечно, нам не странно, что Мура им очаровывается. В России несколько по-иному, вот как по-иному, ну вот мне бы хотелось сказать, как по-иному, но Нина Берберова, она как бы не идеализирует ситуацию, она рассказывает, как по-другому, как любит в России. Но вот насколько она права, она пишет, это время раскрепощения, сексуальной свободы, когда больше нет никаких буржуазных догм и лживых запретов. А с другой стороны, помимо такого рода распущенности, так удивительно облагороженной в лице Лилии Брик, например, которая как бы вот так бойко губила мужчин своими идеями, есть и светлые, в некотором смысле чистые, как бы вот такие отливающие серебром проявления, например, Владимир Соловьев. Но вот Нина Берберова говорит вот об этой сексуальной свободе, которая, конечно, на тот момент, об этом очень много и часто говорят, серебряный век, свобода, то есть вот не ограничивается пуританским мышлением. Мы знаем истории о Лилии Брик, о Маяковском, вот эти бесконечные треугольники, они приветствуются. Но дело в том, что это не совсем так, потому что есть другие варианты. Вот есть Владимир Соловьев, его потрясающая книга «Смысл любви», где он очень подробно раскрывает всю философию любви. И там несколько глав. Вот он пишет о космической силе любви между мужчиной и женщиной. Он не пишет о половой любви, он не пишет о вот этой тяге. Я недавно слушала, как говорили, вот химия любви, вот эта химическая реакция, которая происходит в организме. Вот совершенно это не волнует Владимира Соловьева. А он пишет о космосе любви, именно космосе между мужчиной и женщиной, вот этом бесконечном, очень сильном взаимодействии. Поэтому, видите, вот в России эта идея любви, она как бы для Серебряного века, она вот так выражается вот в таких сильнейших работах, популярных, которые обсуждают. И, конечно, здесь нельзя говорить о какой-то поверхности любви, здесь надо говорить о таком и духовном, и физическом, и эмоциональном единении. Ну вот что пишет Локарт в своем дневнике о своей встрече с Мурой, вот в тот самый день, когда они познакомились. Очень интересно, даже вот не очень прямо интересно. Сегодня я в первый раз увидел Муру. Она зашла в посольство. Представляете, в посольство, да? В посольство вообще всегда очень сложно входить. Она зашла в посольство. Она старая знакомая Хила и Герстин, она уже там кого-то знала. И частая гостья в нашей квартире. Вот так она входила в жизнь. Да, ей 26 лет. Русейшая из русских. К мелочам жизни она относилась с пренебрежением и со стойкостью, которая есть доказательство полного отсутствия всякого страха. Ее жизнеспособность, быть может, связанная с ее железным здоровьем, была вероятна и заражала всех, с кем она общалась. То есть это, безусловно, очень заряжающая энергия женщина. Вот такая заряжающая своим внутренним потенциалом. Далее он пишет. Ее жизнь. А Локарт потом издает воспоминания, против которых она восстает. Не Герберт Уэллс, простите, я сказала. Локарт издает уже позже, когда он выслан через много лет воспоминания, она их пытается корректировать. Но вот что он пишет. Ее жизнь, ее мир были там, где были люди, ей дорогие. Ее жизненная философия сделали ее хозяйкой своей собственной судьбы. Она была аристократкой. Она могла быть и коммунисткой. Она никогда бы не могла быть мещанкой. Я видел в ней женщину большого очарования, чей разговор мог озарить мой день. Вот она передала ему вот эту идею аристократичности, которая, конечно, была и тщательно сыгранная. Вот Нина Берберова подробно описывает то время, и хотя ее воспоминания, я продолжаю говорить, это ее трактовка, но вот не случайно книга становится популярной, потому что героиня загадочна, потому что издается эта книга впервые в 81-й год в Нью-Йорке. И как бы вот Мура в какой-то момент, интересно, она исчезает. Вот это тоже Нина Берберова отмечает. Вот то она из Москвы вдруг раз и исчезла, потом из Соренто исчезает. И вот Нина Берберова только делает предположение, то она, может быть, поехала к детям в Эстонию, или она поехала в Аргентину к своему мужу. Ну вот такие основополагающие цифры, такие эпизоды. Это вот, например, 18-й год, до конец Первой мировой войны. Вот сложная ситуация. И Берберова описывает, что такое Москва в 18-м году. Это красный террор. Это резкие выпады левых эсеров против большевиков. Это открытие Пятого съезда в Большом театре. Это массовые беспорядки. Вот убит германский посол, граф Мирбах, сэром Блюнкиным. И Локард поддерживает как бы идеи интервенции, но безуспешно. Вот Локард пытается удержаться на плаву в тот момент. И потом идет красный террор. Идут такие знаковые события, пишет Берберова. Это убийство Володарского, которое вызывает волну террора в Петрограде и Москве. И вот на фоне подробных описаний событий Локард фиксирует 18 июля 18-го года. Теперь мне было все равно. Только бы видеть ее, только бы видеть. Я чувствовала, что теперь готов ко всему. Могу снестись все, что будущее готовило мне. То есть, конечно, на первый взгляд достаточно странно, потому что человек с такой миссией, в такую сложную ситуацию становится абсолютно зависим, как мы видим, от этой женщины. И вот что пишет о Локарте Набоков, первый секретарь царского посольства до и после февральской революции. Весной 18-го года в Москву был послан особый представитель английского правительства, прежде управляемый генеральным консульством в Москве, господин Локард. Насколько мне известно, инструкции ему данные можно, пожалуй, сравнить только с заданием разрешить квадратуру круга. Нужно было по соображениям практическим иметь око в Москве, следить за деятельностью большевиков и немцев и по мере возможности ограждать интересы англичан в России. Не имея официального знания, тем не менее, вести официальные переговоры с Троцким. Представляете, Троцкого, о котором Нина Берберова пишет, что он убил Максима Горького. Вот такая миссия. И вот этот человек, вы представляете, это не просто Джеймс Бонд, это сверх Джеймс Бонд. И вот Мура умудряется так скружить ему голову. Нина Берберова знала Муру лично. Вот она, я это отмечу, она не раз с ней встречалась. И вот Нина Берберова говорит, что при личных встречах Мура часто уходила, отходила. Конечно же, редко что-либо договаривала. Вот они встречаются в Соренто, вот они вместе находятся вечером у камина около оливковых ветвей, где виден там Неаполитанский залив и Везувий. Вот Горький Мура и Ходосевич курят папиросу. И вот они говорят о прошлом. И Нина Берберова в этой милой, красивой, Соренто безумно красивой, Италия очень красивая, вот она задает вопрос Муре, а вспомните, а расскажите нам. Он говорит, вы знали Кроме, какой он был? И Мура, встряхивая пепел в нефритовую пепельницу, которая позже пропала, говорила со своим английским акцентом, который так быстро приобрела на русском языке. Он был милый и потом молча. Вы знали Петерса? Петерса, она с ним вышла за руку из тюрьмы после того, как Локарта выслали, он спас ей жизнь. Какой он был, Петерс? Он был добрый. Вы знали Рейли? Какой он был? Она теперь заползла в глубокое кресло и улыбалась глазами, играя в загадочность. И Горький явно любовался ею. Он был храбрый. Вот она известных деятелей, которые просто сворачивали головы вот в этой страшной ситуации убийства, террора, она их называла добрый, храбрый. Но это абсолютная женственность, вот так она представлена. то есть очень просто она их объясняла. Английский акцент, мура, это очень забавно, искусственно освоила. Одна из ее привычек, у нас есть такая российская актриса, известная, вот она тоже так говорит на экране, не так, как в жизни. Вот она осваивает этот акцент английский. Одно из ее привычек было переводить буквально с английского или французского, а иногда с немецкого. Ну, прямой перевод. Да, вы не переводите фразу, а говорите так, как фраза должна была бы звучать на английском или на испанском. То есть коверкайте язык. Она специально это делала. Она была известна переводами, число которых было сначала совершенно фантастическим, а потом постепенно значительно сократилось, выдавая тем самым еще один из мифов, которые она создавала вокруг себя. И вот 2 сентября, 18-й год, когда правительство Ленина отправило правительству Его Величества в Лондон ноту об ликвидации заговора против советской власти, руководимого англо-французскими дипломатическими представителями. И Лакарту предлагали остаться. Вот, потому что он должен был выбирать, да, ехать, уезжать, полностью покидать, да, его удаление из Москвы, но его, видите, обменяли на очень известного русского дипломата Литвинова. Вот Лакарт перед вами, вот, и вот Литвинов справа, и Берберова подробно описывают ситуацию, описывает, как бы, ситуацию, что некоторые дипломаты оставались, да, вот оставался Садуль, молодой Пьер Паскаль, они женились на русских, многие. Хиггс обвенчался с молодой Любой Малининой, племянницей московского городского главы Челнокова, но он увозил ее с собой. А Лакарт ехал один, и вот накануне Мура сказала ему, что он немного хитрый, но недостаточно хитер, что он немного сильный, но недостаточно силен, и что он немного слабый, но недостаточно слаб. То есть вот он ее не вывозил, да, вот он в те дни как бы пытался вот разрешить эту сложившуюся ситуацию. Его высылают из страны, а как ведет себя она? Как она, скружившая голову такому дипломату? Вот Нина Берберова поясняет, в те дни у нее была очень высокая температура, слабость, головные боли, то есть это она не могла играть просто так, она, вот вы видите, абсолютно в этой истории и любви, да, предстояла не просто разлука, а разлука, как все понимали, навсегда. Уже на вокзале, куда Мура провожала Локарта, в какой-то момент он заметил, что она еле держалась на ногах. Поезд все стоял, Локарт пошел вдоль вагонов, нашел Уордвелла и попросил увезти Муру домой. Но с моей точки зрения, это сильнейшее отношение. Она не возражала, Локарт смотрел ей след, пока она не исчезла в черноте вокзальной ночи. В своих воспоминаниях через много лет он напишет, что, возможно, Петерс, несколько раз предлагавший ему не уезжать из России, не понимал, как я мог оставить Муру. Чувство долга, сила, слабость. Вот он оставляет Муру, английское воспитание, не берет ее с собой. И даже вот, как бы, двойные здесь агенты, даже работники, как бы, представители государственные, они просят его каким-то образом повлиять, чтобы они не расставались. Он уезжает. И вот Муру арестовывают. Вот. И у Локарта вовсе нет дипломатического иммунитета. Вот. Но она выходит из тюрьмы вот под руку с Петерсоном, сотрудником ВЧК. Она попадает в Бутырскую тюрьму, но очень ненадолго. И считается, что спас ее Горький, так Нина Берберова пишет, что она не попадает ни в Бутырскую тюрьму, ни на Славки. И ее спасает Горький. Вот. И, как бы, вот она находится в Москве, в Петрограде. А потом ее след теряется, и она вновь в 20-е годы появляется в Лондоне. А в 27-м году она вдруг возобновляет свое старое знакомство с Гербетом Уэллсом. И на тот момент Уэллс живет в Эссексе. Это район к востоку от Лондона. Он живет со своей второй больной женой. Нина Берберова пишет, Джейн. И вот 31-й год она начинает фигурировать уже как подруга Уэллса. То есть не просто вот ей важно, чтобы это было официально. А в 33-м году он даже назначает ей свидание в Дубровнике в Югославии бывшей, где проходит конгресс пен-клуба. Потом они едут на юг Франции вместе. Потом он снимает квартиру в Лондоне. Вот у него подруга одет, в какой-то момент пишет неприятные воспоминания о нем в американском журнале. Вот ему не нравится, ей никому не нравится. Женщина Мура не могла нравиться. Мура нравилась только Нине Берберовой как объект как бы вот изложения. И вот известнейший писатель английский Сомерсет Моэм, который славится и английским воспитанием, и рафинированностью, и своим абсолютно таким колонизаторским взглядом. Вот здесь очень забавный, такой потрясающий, мне кажется, ход. Вот он спрашивает Муру. Мало того, что он с ней встречается, то есть факт встречи, это факт встречи с самым высшим обществом. Вот он ей задает вопрос. Вообще, как вы можете любить этого Герберта Уэллса? Он изношенный, толстопузый писатель. И Мура ему говорит, он пахнет медом. Вот, но это очень забавно. Здесь цитирует Берберова Моргана. Моэм биография страницу ставит, что вот она говорит, он пахнет медом. То есть она еще и театральная актриса во многом. И как бы вот интересен и факт общения, и интересен то, что Берберова представляет нам, Нину, представляет нам Муру таким вот образом, как я вам показываю, с такой чувствительностью, умом и таким невероятным женственным кокетством. Вот, и биограф Уэллса, это Нина Берберова пишет в своей книге, Балер Тен, он выведен Уэллсом, он несколько раз прописывался самим Уэллсом, вот, и он ищет как бы невикторианскую куклу или хозяйку дома. Вот биограф отмечает, что для Уэллса почему важна Мура? Потому что ему не нужна мать детей, непременно, которая восхищается, а ему важна, которая готовит и растит детей, а ему важна тень, вот такая движимая им самим в том направлении, в котором лежит его путь к бессмертию. И вот Мура играет эту роль при Уэллсе, вот она занимается этой игрой на сцене пустого театра, когда уже Уэллсу много лет, и она создает вот такой ореол приближенный. И вот в Лондоне я много раз видела вот таких ореолов женского образа, русского, при известных людях, это такая достаточно была распространенная мода. И вот вся энергия огонь, которую излучают эти два человека, их взаимное вдохновение, утешают их, забавляют их. И вот Уэллс был весьма как бы несимпатичен и пессимистичен в конце жизни, но тем не менее вот они ужинают в Савое в Лондоне, вот, и даже как бы объясняет Нина Берберова, то, что Муро вовсе не собирается выходить замуж за Уэллса, потому что она не собирается как бы терпеть все его шалости, но она может вполне позволить себе появляться с ним в обществе, потому что Савое – это шикарнейшая гостиница в самом центре Лондона, вот у меня есть фотография далее. Спустя время после выезда из Москвы появляются мемуары, ну вот здесь мы оставляем Герберта Уэллса на какой-то момент, и я как бы возвращаюсь к времени, которое было уже после Москвы, но которое связано с тем, как эта история потом притворялась жизнь в документ. Вот Нина Берберова пишет, спустя время после выезда из Москвы мемуары британского агента, написанные, изданные Локартом в Англии, стали безумно популярны. Мура была единственным человеком, которому Локарт, активно занимающийся теперь писательской деятельностью, решил обратиться с просьбой дать свое согласие на публикацию. На его совершенное удивление Мура отказала ему, и в дневнике Локарт пишет, сегодня утром был для меня удар, письмо от Муры, в котором она требует изменения в той части моей книги, которая касается ее. Вот как вы думаете, после всей этой истории, на что ей не нравится в воспоминаниях Локарт. Вот он поясняет, она хочет сделать все более сухо и деловито. Она хочет, чтобы я ее называл мадам Бенкендорф сначала до конца. Она хуже, чем викторианское старое дело. А почему? Потому что я написал, что 14 лет назад у нее были вьющиеся волосы, в то время, как они всегда были прямые. Поэтому мое описание фальшиво, легкомысленное и так далее. И ясно, что весь эпизод ничего для меня не значил, поэтому вся любовная история или ничего, это будет трудно сделать. Тем не менее, придется в книге кое-что изменить. Она единственная, кто имеет право это требовать. Здесь, конечно, удивляет, какое влияние она сохраняет на Локарта. Но вот Локарт начинает писать филетоны. Он общается с Мурой. И вот в Лондоне она встречается с Уэллсом и с Локартом. Вот пишет у нас перед нами Савой. Вот он пишет «Завтракал с Мурой в Савой». Она едет в Генуэм. Сегодня, а потом Берлин говорит о новой книге Арнольда Беннета. Вот так они общаются. Мура говорит, что Дороти Честон надоела Беннету, и он потерял всякое вдохновение после того, как она запретила ему носить рубашки с незабудками. Бедный Горький зарабатывает не более 300 фунтов стерлингов в год. Не может вывести деньги из России, где его книги продаются по 2 миллиона 700 тысяч экземпляров в год. Он живет чувством, не умом и не умеет относиться критически. Но вот здесь интересно, что так не только что они встречаются, а то, что продолжает Локарт постигать свою любимую Россию. Продолжает отмечать, что Горький, как любой русский человек, живет не умом, а сердцем. Он комментирует и Муру, ее слова, и историю Горького. То есть ему вот эта жизнь не безразлична. Он ее продолжает лелеять. И вот далее Локарт это уже 30-е годы. Письмо от Муру он пишет. Она пишет мило и весело. Она женщина широкого ума, широкого сердца январь 31-го года. Завтракали с Мурой в ресторане Эйфелева башня июнь 32-го года. Завтракал с Мурой в Пирока. Она ездит с Уэлсом в Зальцбург в июне. Она только что вернулась из Берлина. Мурины истории всегда забавны. 33-й год. То есть, конечно, очарование Мурой продолжается. И вот она обосновывается в Лондоне после всех этих перипетий, после того, как она чуть не погибает в России после отъезда Ла Карта. И как бы она остается в Лондоне. Я здесь вам комментирую, что вообще русские в Лондоне это достаточно редкий случай, потому что на тот момент большинство русских были в Берлине или во Франции. Лондона добиралось намного меньше людей. Поэтому здесь это еще ее способность вот так организовать свою жизнь. Более того, она еще общается с Александром Кордой, знаменитейший режиссер, который как бы американский режиссер. И она общается с Нойлом Ковардом. Это известнейший драматург, английский Оскар Уайлд. Это друг Вивьен Ли, который создает потрясающие совершенно пьесы, которые ставятся в Лондоне до сих пор. В Лондоне в актерской церкви есть специальная такая доска, ему посвященная там актерская церковь недалеко от Ковенгадена. И там известные актеры, им обязательно вот такая памятная надгробная плита. И Нойлу Коварду огромная плита посвящена. Последние фильмы были «Легкое поведение» из «Бертю» как раз по пьесе Нойла Коварда. У него замечательные воспоминания. Я когда-то на Блашином рынке в Лондоне купила о том, как он проводил каждый день. То есть это такой с мировым именем драматург, с которым она тоже просто так встречается. Вот друг Вивен Ли, Нойл Ковард, вот с ним она тоже общается. То есть она захватывает очень легко самые аристократичные, самые потрясающие имена. С Александрой Ковардой мало кто общался, но она как бы продолжает это общение. И вот здесь как бы документы, где хранятся у нее документы. Документы у нее хранятся в Лондонской квартире. Нина Берберова отмечает. Потом она собирает документы 20-х и 39-го года за 40 лет. Отправляет их в Таллинн, в Эстонию, и потом они сгорают во время германского наступления. И, собственно, документов не остается. Но это вполне логично, потому что это жизнь, которая растворяется в таком небытии. И пока я читаю вам эту лекцию, я никак вам не могу не сказать, что у меня какое-то ощущение присутствия сходного, которое было в Лондоне, когда я там работала и училась, вот такой как бы тень русских, которая возникает, потому что они, конечно, репутация русских за границей всегда была очень больших интеллектуалов, поэтому к ним притягивалось большое количество людей, и они сами стремились вот такие образованные круги. В нескольких своих интервью Мура сознательно или случайно путала события и даты. Представляете, вот авантюристка настоящая, не аристократка, авантюристка, говорила о том, что уехала в какой-то момент на свидание с Бенкендорфом своим мужем, хотела признаться, что любит другого Локарта. Муж в это время был на войне с опасностью для жизни, она поехала к нему, чтобы только сказать ему об этом. Он ушел от нее и был убит. Вторая история была связана с Горьким, который якобы два раза спас ее от ареста. Один раз за побег за границу, второй за фальшивые продовольственные карточки. История, произошедшая, когда она Горького еще не знала. И третья история была связана с Кембриджем, потому что она рассказывала, что она там училась. На самом деле она заканчивала только курсы английского языка для иностранных молодых барышек. Вот у нас был замечательный профессор, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Ковалев, который работал в американских архивах, и он рассказывал, что он написал ей когда-то письмо. И она ему ответила, он был юным, вот он запросил там информацию про Горького, и она ему незамедлительно ответила. То есть, конечно, очень многие, вот Лидия Чуковская отвечала моей маме на письма, а мне очень многие известные люди отвечали. В то время не было высокомерия. То есть, несмотря на такие невероятные вот свои такие качества, о которых я вам рассказывала, она, тем не менее, была очень отзывчива при каком-то общении. Вот Нина Берберова заканчивает книгу той фразой, которую я вам уже говорила, которая, мне кажется, звучит потрясающе. Вот она еще раз говорит о том мифе, который создает Мура, но не о конкретном мифе, а говорит, это был еще один миф. Да, вот она придумала, что она происходит от рода Петра Первого, историю, которую она сочинила уже в Лондоне. Вот, и Нина Берберова замечает, она была и остается героиней поколения постгарба, известнейшая актриса, которая, как вы знаете, шведская актриса, которая играет такое количество замечательных ролей, удаляется неожиданно в самом разгаре своей славы кинематографической. Вот она была и остается героиней поколения постгарба, конечно же, вовсе не железной женщиной, но той, которая никогда не была разрушена теми, кого она любила. Вот, и вот такая история, которую, ну вот я хотела как-то как бы вот отдать дань этой героине, этой книге, потому что я в юности читала, когда переиздавалась Нина Берберова, я как раз училась, вот заканчивала филологический факультет, это 90-е годы, у нас был такой большой, как бы, такой поток этой эмигрантской литературы, и она, соответственно, и потом приезжала Ирина Адуевцева, и как бы, ну вот был пик интереса, наверное, и сейчас, наверное, этот пик, конечно, совершенно спал, вот, это недостаточно, с одной стороны, недостаточно актуально, с другой стороны, там какие-то моменты очень актуальны, вот такая связь времен, и такая мифология, такой, я не могу сказать, замечательной женщине, но, конечно, так же, как Скали Тахара, она производит удивительное впечатление, там есть такие блики реальности какой-то степени, потому что реальность, как бы реальности нет, с одной стороны, психоаналитики говорят, нет реальности, есть только то, как человек видит этот мир, но выживаемость русских за границей, вот эта тяга к аристократическому клану и ореол, который Россия возбуждала на Западе, она была безумно популярна, да, вот эта идея русского человека, поэтому Нина Берберова вот это ухватила, поняла и создала очень красивый образ вот этой неоднозначной героини, которая как бы не совсем существовала, но которую вот так сконструировали потрясающе, и когда вы читаете книгу, я давала эту книгу очень многим известным актерам и известным деятелям, они были в полном восторге о том, как это написано, что она, конечно, вызывает восхищение, и литература Веды часто отмечают, что, видите, для того, чтобы героиня пользовалась популярностью, она должна быть скале Тахара, она не может быть положительной, то есть героиня очень часто должна быть отрицательной для того, чтобы она нравилась, она не может быть христианкой вот такой, она должна быть вот с каким-то таким несколько, то, что по-английски называется evil, должна быть какая-то вот такая струна, которая определилась, выделяет ее вот такую привлекательность. Вот такую историю я вам хотела сегодня рассказать. У вас есть какие-нибудь вопросы? Спасибо вам большое. Добрый вечер. Спасибо вам большое за такую интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, но все-таки, значит, она была двойным агентом англо-советским, правильно, судя по вашему рассказу? Вы знаете, что значит двойной агент? Она была при людях, которые имели, она никому не передавала сведения, она как бы, поскольку ее любили такие известные мужчины, которые участвовали в той или иной степени в политической жизни, то она была под ударом, она перевозила вот этот чемодан, но она никому не передавала никаких сведений, она не имела к ним доступа, даже если имела, она не имела достаточно как бы мудрости интеллекта, чтобы это грамотно делать, как это делают настоящие разведчики, поэтому она вот такой персонаж при известных людях, которые все равно, которая держала потрясающим образом спину, и она, как бы, ее никак не осудили, если бы было за что, я думаю, что даже Горький бы ее не спас, потому что не способствовал. Ну да, но разве, ну в 20-е годы совершенно не нужно было, чтобы за что-то конкретное, да, как мы с вами знаем. Но она избежала, она избежала. Она избежала, в том-то и дело, она избежала, что тоже немножко странно, потому что слишком много было поводов для того, чтобы, потом даже эта история пропажи чемодана Горького, ведь на самом деле совершенно непонятно, пропал ли он, или, или, может быть, она его так удачно, да, кому-то передала, и он пропал, ведь нет уже никаких точных доказательств того, что произошло. Абсолютно. И дело в том, что Нина Берберова часто очень и критикует, и обвиняет, что она очень много придумывает, да, что у нее... Очень. Да, что она не совсем соответствует фактам, и она, как бы, тоже сказатель, она позволяет себе эту роскошь, не, как бы, исковеркать. Поэтому здесь, интересно, вот как картина ее создана, она пишет очень хорошую книгу, вот такой бестселлер она просто пишет. Поэтому мои попытки найти, я вам говорила, Аббинкедор-Закревской информацию в Эдинбургских архивах, это было просто смехотворно, против того, что нашла Нина Берберова, понимаете, поэтому я просто отступила. Я уверена, есть исследования, но ее книга очень красивая, вот такой просто фейерверк истории этой женщины, на которой на тот момент очень хотелось быть похожей. Я думаю, сейчас менее популярна эта идея, она не очень актуальна. Тогда это был вот такой Джеймс Бонд просто невероятный. Джеймс Бонд не всегда популярен, а она вот, женщина Джеймс Бонд просто, но она не дотягивала до истинного агента в нашем понимании, который может быть героинем фильма, но вот она как бы так нарисована, как бы агент, который не был агентом, я бы сказала. Просто она была... Спасибо вам. Спасибо вам огромное, но по поводу того, что она была не похожа на агента, как вы помните, муж Марины Цветаевой, который был самым настоящим агентом, тем не менее, на него не был похож именно потому, что он не соответствовал нашему восприятию того, каким должен быть настоящий агент. Так что это тоже... Мой опыт, почему я вам рассказываю, мой опыт, вот я в Англии училась, и я работала. Вот эти... Интерес к этому в русской как бы вот газетной практике этого практически нет. Нам это не так интересно. Это было очень интересно для западной прессы. То есть вот такая книга, нацеленная на заграницу. У нас это вопрос... Ну, иногда показывают, мы можем интересоваться Шерлоком Хомсом, но агентура нас не интересует. Я думаю, я вот здесь не совру. Это такой мой даже непрофессиональный взгляд, но у нас так не настроен. А там прицел был на это. Вот это возбуждал интерес. Поэтому книга создана как потребность читателя. Вот так я это вижу. Как готовый продукт, который обязательно купят и который будет интересен. Спасибо вам огромное еще раз. Очень интересно. Спасибо. Спасибо.